физкульт привет друзья сегодня мы с вами поговорим о том что нужно для того чтобы приседать с большими весами на хорошее количество повторений вообще что нужно для того чтобы грамотно технически правильно приседать необходимо мощная крепкая спина да вы все помните кто следит за моими видео роликами статьями что спина первое в рейтинге мышечных групп и неспроста именно поэтому с нее и нужно начинать свой тренинг на самом первом этапе когда вы только-только приходите в тренажерный зал тренируя спину отрабатывая технику становой тяги в приседаниях а потом потихонечку наращивать мощь именно в становой тяге а в приседаниях потихонечку потихонечку нарабатывать технику чем крепче и мощнее будет ваша спина тем легче будет вам приседать если вас тянет вперед во время приседа если вы наклоняетесь это говорит о том что вы некачественно подготовили мышцы спины укреплять мышцы спины помимо становой тяги нужно также экстензиями спины то что вы сейчас видите это экстензия спины гиперэкстензия выглядит по-другому экстензии как и гиперэкстензии очень важны я советую в день становых тяг делать экстензии спины а перед приседаниями делать гиперэкстензии вы все знаете что у меня была проблема со спиной я три года мучился лечился с врачами у меня были межпозвоночные грыжи и протрузии но именно своей методикой тренировок я восстановился и сейчас приседаю много и тяжело вот то что вы видите сейчас на экранах и есть гиперэкстензия ничто другое ничто иное не называется гиперэкстензии это шикарнейшее и единственное упражнение которое производит декомпрессию на межпозвоночные диски второе после становой тяги упражнения по важности и эффективности для мышц спины это подтягивания становая тяга и подтягивания основа базы спины подтягивания единственное упражнение которое делает вас широким никакой блок никакие тяги не заменят этого напомню что я очень долго не приседал с тяжелыми весами после того как я получил травму я все равно приседал но с пустым грифом или максимум с 50 килограммами и это были фронтальные приседания чтобы прийти и вернуться к той силе которая была у меня нет смысла говорить которая была но которая есть сейчас вы видите в моих роликах я приседаю 180 на 9 раз приседаю 180 цепями на 6 раз за 200 приседаю на 3-4 раза 213 килограмм по моему я последний раз присел на три раза так вот все это укрепление спины и мне смешно когда люди от занимавшись 2-3 месяца жалуются на отсутствие результата прогресса в силовых а каких силовых идет речь ребята когда это то время которое необходимо на освоение грамотной техники если вы не научитесь грамотно технически выполнять упражнения нет смысла вообще в наращивании весов никаких наклонов вперед и не стоит отмазываться там перед собой какими-то антропометрическими характеристиками или еще чем-то никаких подставок под пятки начинайте делать грамотно технически пусть у вас уйдет на это месяц два три или даже полгода но вы скажете спасибо сами себе после того как укрепите свою спину и не просто так потратите время накопите в себе тот потенциал технический который поможет вам в дальнейшем работать серьезными большими весами вот вы сейчас видите как раз таки съемки давние когда я приседаю фронтально почему потому что также можно нагружать ноги но вес используется конечно же гораздо меньший чем в приседаниях со штангой на спине обратите внимание что именно спина служит вообще базой каркасом нашей общей силы если у вас слабая спина вы никогда не будете много приседать я не помню кто на какой-то великий пауэрлифтер сказал это как тезис что запомните тот кто много тянет в становой тяги всегда много приседает но тот кто много приседает не всегда много тянет в становой тяги понимаете в пауэрлифтинге особенно когда вы используете жесткую экипу она держит спину за вас не верите можете попробовать или спросите тех кто занимается этим потому что в приседаниях они используют гораздо больший вес чем в становой тяги но это неправильно если вы будете пробовать тренироваться натурально или даже не натурально но без использования экипировки вы заметите что в становой тяги вы всегда сильнее чем в приседаниях и уж тем более сильнее чем в жиме лежа становая тяга всегда до экипировочных соревнований была завершающей и именно решающей тягой вы могли проигрывать до этого по набранным килограммам но за счет мощной спины вы вытягивали и выигрывали соревнования зачастую и сейчас так происходит поэтому о чем я хочу сказать не скупитесь на время особенно если вы новичок отрабатывайте технику в приседаниях и в становой тяге делайте подтягивания и отжимания от брусьев у меня есть четыре статьи четыре ступени о том как нужно грамотно начать и продолжать тренироваться рассчитанные примерно на два года так вот первая ступень я ссылки кстати сделаю под видео ознакомьтесь все если вы занимались год или два проверьте в этих статьях есть тесты которые скажут вам на каком вы уровне и вообще правильно ли вы тренировались и тренируетесь потому что для нас для тех кто тренируется натурально сила есть показатель роста мышечной массы по-другому здесь не бывает у нас мышечная масса идет только за увеличением силовых показателей это факт будьте внимательны к технике я в очередной раз нас заостряю ваше внимание на этом не просто так потому что травма может перечеркнуть все и как было у меня я правда травму получил не от тренировок по глупости своей разгружая бревна огромные друг хотел дом строить первая предпосылка была меня очень прострелила спину потом я выступал на соревнованиях по стронгмену там где поднимаются огромнейшие веса в неудобной позиции технически грамотно там просто нереально сделать а до этого я больше 15 лет тренировался и не испытывал никаких проблем со спиной причем становую тягу я любил и делал всегда потому что в становой тяге шикарно растут веса и становая тяга тянет за собой вас и все остальные ваши мышцы если вы будете прогрессировать становой тяги вы будете прогрессировать во всем становая тяга это как показатель как общий показатель силы вашей абсолютной силы заметьте те кто много тянут у них огромные широчайшие огромные спины трапециевидные мышцы это не просто так я тренировался в зале у меня в зале тренировалась сборная россии по пауэрлифтингу под руководством главного тренера и президента федерации так там были ребята у которых спины были такие что любой культурист позавидует ноги такие что не у каждого культуриста были а это пауэрлифтеры и если кто-то говорит о том что сила не важна то он просто не понимает вообще о чем говорит если сила не важно если не важны веса зачем вы вообще тренируетесь с весами объясните мне зачем вы вообще берете гантели в руки штанги махайте руками в стороны и растите чувствуйте свои мышцы обращаю ваше внимание что гипер экстензии экстензии бывают разные вот экстензии спины можно делать скручиванием и нужно делать это как раз таки на внутренние мышцы спины можно делать наклонами я делаю чередуя от тренировки к тренировке и это мне очень помогает и помогало и помогло на начальных этапах когда у меня были страшные боли врачи три года меня лечили напомню ничего не было и также найдите мои видео не одно оно есть с гимнастикой специальной которую нужно делать и тем у кого есть проблемы и тем у кого нет проблем тем кто не хочет проблем нужно обязательно ее делать утром и вечером а если у вас уже есть проблемы то делайте эту гимнастику как минимум три раза в день хуже вам точно не станет посмотрите в комментариях под видео моими о проблемах сколько людей пишут скольким уже помогло сколько и вернулись к тренировкам но самое главное о чем я прошу вас ребята думайте головой и всегда очень плавно идите к нагрузкам если вы до этого тренировались и получили травму у вас стаж есть то начинайте приседать с пустым грифом потихонечку потихонечку поднимая вес у меня на то чтобы прийти к весу с приседаниях собственным телом я дошел видите вот экстензии спины с каким весом я делаю и в приседаниях я год шел к этому год укреплял спину я год делал становую тягу с 50 килограммами да потому что на 60 я уже чувствовал дискомфорт зато сейчас я тяну и приседаю за 200 многие даже у кого проблем со спиной нет не могут подумать о таких весах и что немаловажно я не использовал никаких анаболических андрогенных препаратов и гормоны роста на этом этапе я уже пять лет как не использую никакие препараты и хочу сказать что за 25 лет тренинга если брать в общем то я наверное даже год не наберу того что я использовал фармакологию я этого не стесняюсь и об этом открыто говорю но благодаря этому я знаю четкие различия и понятия между тренингом натуральным и тренингом на фармакологии все что вы слышите ну не все процентов 90 даже больше того что вы слышите в интернете читаете в пабликах это полная чушь которая к натуральному тренингу не имеет вообще ничего общего и если вы натуральный атлета прислушиваетесь к тренировкам людей на фармакологии то вы никогда ничего не добьетесь даже можете нарушить свое здоровье потому что тренироваться каждый день даже если вы тренируете одну мышечную группу без фармакологии это неразумно это перегружает наши резервные системы перегружает системы восстановления я уж не говорю о том как сильно это пережить перегружает центральную нервную систему а эндокринную систему если вы даже не испытываете перетренированность это не значит что вы не вредите себе не забывайте что сухожилия и связки мы не чувствуем даже если мы их перегрузили мы их чувствуем только когда получили серьезнейшую травму помните об этом и не забывайте также о том что нужно тренироваться грамотно технически со свободными весами еще и по той причине что только такие тренировки опять-таки укрепляют сухожилия и связки вам об этом не говорят но бодибилдерский чисто способ тренинга нарушает наоборот вредит расслабляет сухожилия связки и если вы пришли в бодибилдинг и начали тренироваться на тренажерах даже со свободными весами но используя билдерские пампинговые методы тренинга вы вредите себе вы обязательно получите травму серьезнейшую травму пусть не сейчас но пройдут годы и это произойдет со стопроцентной гарантией если же вы два года потратите на построение мощного фундамента в виде силовой базы приседания и становая тяга плюс подтягивания и отжимания от брусьев вот основа на которую нужно ориентироваться натуральному бодибилдингу все остальное это только уже добавки как видите даже жима лежа здесь нет потому что если разобраться то отжимания от брусьев гораздо более мощное и лучшее упражнение для грудных мышц для плечевого пояса в целом естественно делая все в очередной раз скажу технически грамотно вот мой друг крис он пауэрлифтер правда сейчас решил заняться и бодибилдингом выполняет становую тягу в пару лифтерском режиме вам ни в коем случае нельзя так делать если вы не пауэрлифтер потому что отклоняться назад и даже выпрямляться полностью нам бодибилдером не нужно это излишне грузит поясничный отдел позвоночника может конечно в теории привести к травме крис кстати чемпион национальный чемпион соединенных штатов америки в становой тяге в своей весовой категории так вот ребята что вы должны вынести из сегодняшнего видео спина становая тяга и подтягивания это то что сделает вас сильным настолько сильным что вы сможете работать с приличными весами которые будут поражать окружающих и пусть пройдет год если вы хотите накачаться за месяц-два то вообще забудьте об этом вы занимаетесь не своим делом я тренируюсь уже больше 25 лет и получаю от этого кайф и не важно на фармакологии или нет а посмотрите на современность на современных людей приходящих тренажерный зал они начинают принимать стероиды и думать о фармакологии еще до того вообще как переступили порог зала а не забывайте о том что сила в голове сила не стероидах ребята сила в голове один американский преступник всемирно известный правда человеку его книги раскупаются по всему миру он провел практически всю свою жизнь в тюрьме почти 30 лет он провел в одиночной камере так вот он один раз ударом кулака разбил пуленепробиваемое стекло то что он там творил с охранниками вообще не стоит рассказывать прямом эфире так человек при этом развил сил без стероидов без как вы понимаете какого-либо оборудования потому что в одиночке нет тренажерного зала и это не как в общем режиме ты сидишь хотя в тюрьмах америки прекрасные тренажерные залы и условия для занятий но не для таких кто сидит в одиночке на своем примере хочу сказать кто разбирается поймет я после того как отзанимался два года решил попробовать стероиды мне было тогда уже около за 22 года и почему я решил потому что я дошел в становой тяги до 197 килограмм а 200 ну просто не мог никак сделать ну вот пошел я в аптеку купил ритаболил набрал половина ампулы половина выбросил и сделал укол вечером а на следующее утро я сделал 210 килограмм кто-то скажет да это стероиды но только глупый человек не разбирающийся скажет потому что знающие люди знают что ритаболил это нандролон декана действующее вещество действовать он начинает на седьмой день вернее действует начинает на третий день он максимума достигает на седьмой так вот вы можете догадаться что на меня никак этот укол не подействовал но тем не менее настолько я был мотивирован и думал что стероиды могут все что сделал 210 хотя 200 не мог оторвать заминка после вечера тренировки в бойцовской клубе фанат настасова тихий час полным ходом благодаря советам егора рубановича тренируем разминаем поясницу это на канал на youtube ну что друзья подытожим хотите тяжело приседать на большое количество повторений на малое количество повторений с большим весом со средним весом вам просто необходимо мощная спина как вы уже поняли лучше всего для этого подойдут становые тяги широчайшие мышцы нам нужны чтобы не горбиться в верхней части корпуса когда мы делаем приседания с тяжелым весом помимо этого широчайшие делают вашу фигуру по-настоящему широкой по-настоящему v-образный и уменьшают визуально талию при этом когда вы тренируете широчайший каркас расширяется и плечи дельты становятся больше особенно когда вы будете их еще дополнительно тренировать помните об этом всегда следи за техникой и будешь всегда здоров и силен это основа залог база долгих грамотных тренировок это канал хэви метал джин специально для вас если вам что-то непонятно или у вас возникают какие-либо вопросы пишите их комментариях я на все отвечаю а с вами ребята мы увидимся в тренажерном зале всем пока